Секольный такой наряд. Думаю, хочешь померить, как тебе? Показываю лайфхак, как смотреть штемпельный блеск на монете. А ну. И номер какой? А4 номер. Да. И она будет дорожать дальше. Мы в Одессе, и здесь можно встретить любые совсем монеты, так что давайте смотреть. Итак, ребята, привет. Я приехал в Одессу, и здесь Magic Money, поздоровайся. Всем привет, дорогие друзья. Вот, мы сейчас встретились, едем на Стараконный рынок. Да, на барахолочку Одесского. И что ты знаешь про этот рынок, что можно рассказать? Ну, первое, самое интересное, прям с машины можно делать покупки. То есть вот открываем окно и спрашиваем, вот какая-то хрень вам понравилась. О чем там вот эти вот антикварные вещички, да, и сразу бросаем и по газам. Да, просим посмотреть, короче, померить, померить. Вот там кофточки, еще кофточки. И все. Пока делаю уже. Почем слиток золота у вас? Дайте пощупать. Слушайте, ну вот класс, класс. Вот уже начинать. Я здесь был, конечно, вот там где-то вот монеты Украины, я встречал медную гривну 95-го года. Вот здесь, да, как раз в этом месте мужичок находится, у него очень редкие гривны. Мы сейчас к нему пойдем сразу, сходу? Нет, мы сейчас подъедем в место, ну, стартуем оттуда, где все как бы нумизматы, основная масса собирается. То есть, вот кто видит, запоминайте, вот как мы едем. Вам надо ехать точно так же, по-другому вы не найдете. Слушай, вообще лайфхак прямо. Да, сейчас доедем до места, где именно чуваки с монетами сидят. То, что, в принципе, наиболее интересно. Типа как клуб. А клуб коллекционеров отдельно завтра, да, в воскресный день? Ну, теоретически, да, но в Одессе все, он фактически умер. Очень ленивый народ в Одессе, клубы не посещают. Все через интернет и на барахолочке. Но здесь, видишь, движ есть, прямо вижу людей дофига. Слушай, я тут как-то брал себе рубль царский, когда начинал свое коллекционирование два года назад. Только канал стартовал, еще канала не было. Ну, что, приехал домой, оказался не серебряный. Вот это все, мои воспоминания об одесской барахолке. Эх, мое место занято. Вот здесь, вон они все тусуются. Так, отлично. Так, теперь надо найти местяк. Все, может, ну, короче, чуть-чуть попозже мы уже присоединимся, наверное, потому что сейчас не так интересно. Редетные машины. Да, 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 сейчас и покажем включение сразу с лоточечка монетного. Да, подещаем местячок, парканемся и подойдем по этой же ряду, да. Отлично. То есть... А что... То есть, тут по иностранным больше, в основном? Я просто по... И что это такое, парусник? Это инвест монета России, очень крутая. Угу, инвестиционная монета России. Ну, не то, что инвестиционная, она юбилейная, но она очень хорошо подорожала. Сколько она, что-то примерно сказать? Ну, мне 80 долларов. Вот там почку ей, 80 долларов. Ага. И она будет дорожать дальше. Ну, кстати, парусники, есть отдельные люди, которые собирают эту тему, и они себе и заграничные, и российские, все-все-все кладут. Дело в том, что это Россия сделала, посвященная 200 лет открытия Антарктиды. И она, станка печати, так называемая, хотя я надеялся, что это голограмма. Я не вижу. А, вот это, типа, заднее сияние? Да, северное сияние, типа. Его и не видно, короче, тут. Вот, это реально бомбическая монета, она дорожает непрерывно. Была возможность у меня купить 2700 рублей. Я лошара пропекал. Там их тоже знаю, ты знаешь. Через три дня она уже стоила 3000 рублей, а сейчас, вон, уже, пожалуйста, 80 долларов здесь. Ты помнишь? А? 80, да, да. У нас такая... У нас уже ниже 5 июня. Да. История у нас была с банкнотами, которые 50 гривен с голограммой. Когда их перепродавали, их продавали там по 100, по 200, по 300, по 500. Да, потому что они понимали ценность. А потом, когда помнишь, и все, тысяча штук этих банкнот, она там сразу за 5000 гривен, и сейчас уже за пятерку и не купишь. Да, то есть это 15. То есть, по факту, ну, ее продавали, реально, можно было прийти, так вот, купить, там, за 1000 гривен ее можно было купить. Были шаровые моменты жизни. Вот. Ну, видишь, я по иностранным не шарю, то есть, какие... Ну, хотя есть и серебро. Единственное, вот, недавно был в клубе у нас, в городе. И евро, 10 евро серебряные. И по деньгам стоят, по курсу, 10 евро за 10 евро. А, это потому что тираж небольшой, видимо. Да, но чуть-чуть дороже, там, начали продавать. И они в обиходе были, то есть, можно расплатиться, как бы... Охрененно. Там 18 или 19 грамм я в прошлом ролике показывал. О, тоже тувал, черный флаг, тоже инвестиционная хорошая монета. Буквально недавно на канале ее показывал. Ну, я посмотрел твой ролик по поводу инвестиционных монет, что это надо долгосрочные. То есть, если хочется, чтобы как-то сейчас как-то зафиксироваться... Это второй, получается, 20-й год, да? Ага, Австралия, 20-й год. Я все серебро распродался сейчас. Инвестиционных у меня нет. Вот, вчера продалось, вчера продалось, я не знаю, подбивали, не подбивали. Ну, короче, 1370 с одной грейдой. Это прям наборы. У меня 1500, там, 700 чем-то просмотров. Ну, пока встал, он еще не скоро такой. Ну, он еще уйдет скоро за эти деньги. А тувалу это по чем примерно? Тувалу 700. А это обиходные монеты или что-то? Можно тувалу уже 19-го года. Адовый набор. Это меньше 100 долларов за границей. Очень подорожали. У меня уже новый, что ли. Новый. Ну, что-то есть такое обиходное. Видишь, как прикольно зафиксировали, чтобы не пылилось, не это. Хотя в пленочку. Кстати, ты знаешь, что так вот между нами девочками на твоем канале скажу. Рекомендую обратить внимание на этот набор. Просто больше ничего не скажу. Просто вот это вот я сказал. Все. Рекомендую обратить внимание на этот набор. Тираж у них же большой. И все. Больше ничего не скажу. Ты затарился просто этими наборами, да? У тебя лежит 500. Нет, все потом. Все потом. Что тут? Ну, тут по годам я сейчас смотрю из таких, чего у меня нет. Самолеты прикольная тема. Тоже много кто собирает и на серии. Ну, я флор и фауну собираю. У меня не все есть эти. Пиджаки, СБУ что-то, да? Нет. Там где-то Николаевский. Ага. Это тоже ваш? Отдельный. О, это ваша? Класс. А что-то было там? Пятерка какая-то. А если помыть, будет вообще блеск. Ой, так тяжело мыть. Это самые стоят. Ну, да. Монета Украины. А сколько цель? Монета Украины. Все, 250 тысяч. Который. Да. А ну, интересно, что сейчас по ценникам. Да, ну, дорожайся. Да вы что? Монета Украины? А ну, да. Мне надо. Подожди, я за мной в очередь. Сейчас узнаем цену. У меня нету. У тебя есть, я видел на канале, у меня нету. 200 гривен. 200 гривен. Я просто ничего в Одессе не брал. Мне надо монету такую. Блин, мне тоже нужно. Стартовать. У тебя есть, у меня нет. Я не вижу. Монета Одесса. Спорю, короче, боремся за монету. Аукцион. Аукцион? Вот это, ну, тебе. Не, давай так, 190, ты не в ту сторону начал. Открой, давай посмотрим, как это сохран. Блин. Ну да, я помыли. Сейчас я пока на видео будет, видно. Смотри, в целом, для тебя интересно, что здесь. Еще это Одесса город Герой. Класс. Сейчас посмотрим. В целом, что можно сказать, интересно, что здесь наши монетки. Одна, две, копейки, пять, копейки. Показываю лайфхак для всех. Как смотреть, да, прости, я курю, но все равно это стоит. Все, отписка, ребята. Все. Отписка, бюлбать. Показываю лайфхак, как смотреть штемпельный блеск на монете. Включаете на телефоне фонарик и подносите к монете. Ищите лучик. Если лучиков нет, значит монеты что-то делать. Красивенькая, шикарная монета. Сейчас проверим, есть ли на ней штемпельный блеск. Но он, конечно же, есть, потому что она... Нет, не видно здесь. Моя теория не работает. Не на все монеты работает. Не на все монеты. Ну, ничего. Только на монеты Magic Money. Да, если они волшебные, то все, вам полезно. Блестяще. Это прям новая бандура. Не моют. Ну, хорошо. Ладно, надо брать. Сколько денег? Сколько денег? Сколько денег? Ага. Две тысячи... Две тысячи... А что за каталог? Где вы? А какого... Лэпы. Вот это просто было. Третья и лэпы. Так, две тысячи третий, да? Две тысячи шестой. Две тысячи третий, да. Вандура... Ого. Пятьсот гривен. Пятьсот гривен, ого. Ты что там ее цены? Я десять гривен. Знаешь, я подвощу? Ага. Не десять, а пятьдесят гривен. Давай, сейчас подумаем. Пятьсот пятьдесят гривен. Так. Не пятьсот пятьдесят, а четыре. Четыре пятьдесят. Ты что берешь? Да я думаю... Монеты Украины возьмут. Отличный выбор. Нашли... Сейчас. Нашли прикольный такой наряд. Думаю, хочешь померить? Как тебе? Я такой, кстати... Мне кажется, великовато. Ну, мне кажется, новодельный немножко все-таки, да? Как хрена? Мне понравилось в Польше. У них есть отдельные стенды в музеях. Там, где выставлены мечи. Мечи, доспехи, шлемы. И написано, что ты можешь прикоснуться к истории. Понятное дело, там стоят новоделы. Но ты можешь реально одеть на себя вот такие латы. Можешь одеть шлем, меч подержать. Который просто реплика. Сфоткаться. Потому что всегда интересна такая вещь, когда ты можешь коснуться. Мне коллекционирование интересно тем, что по факту ты можешь достать любую монету, любой ордер, подержать его в руках. Это не где-то там в музее за стеклом. А у себя в руках. А у тебя, да. Я реально недавно на аукционе, может вы видели, у меня прошла офигенный талер 1862 года. Я его в руках когда держу. Вот на видео вы можете еще раз посмотреть. Ну там у меня где-то на канале, короче, бомбическая монета. И вот я просто был недавно в Питере, когда в музее. И вот там лежали вот подобные такие вот в радужной патине шоколадные с таким офигенным блеском, именно зеркальным. И это ты видишь, как музейный экспонат у тебя в руках. Это невероятно круто. Ну вот поэтому я занимаюсь и коллекционированием, и ты тоже, да? Что можно прикоснуться фактически к любым таким вещам истории. Как слоган у Виолити, да? Прикоснуться к истории. Да, кстати. Так, что тут у нас дальше? О, я вижу нашу украинскую тему. Смотри, 500 гривен. Глянь, какая красота. Да, здрасте. Здравствуйте. Ну что, 500 гривен. Класс. У меня, кстати, такой нету. И настоящая, и не сильно перегнутая, все. Надо брать. Не выгорает ли на солнечке, я вот думаю? А сколько? 100 лет лежит. Сколько стоит? Сколько стоит? Тысяча гривен. Курс один к двум, да? Ну да. В принципе, слушай, 18-й год, один к двум. Я разыграл на канале. Блогер профессиональный. Видишь, надо речь поставленная. Один к двум, блядь, с какой-то хуйней уже слепил в дворах. Скажи, что делал уже, блядь, с говноту, блядь, слепил, да. Миллион друг репи уже болтает, уже понесло. Класс. Что за счет песни? Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Монеты Украины, фартовый коллекционер. Все на связи. Оба немцы есть. Что тут еще? У нас, кстати, здесь хорошо прям так видно. Ну, действительно, можно посмотреть. А это ровно, да? Это наши? Окупационные. Да, ну, конечно. Я знаю, что они были только в Ровно и в Киеве, да, производить? В Ровно был в Байкстах. Ага. Я очень хотел себе банкноту когда-то своих ставили. Круто, круто, круто. Вот конвертик. Ооо, это моя любимая банкнота, 5 гривен. Это в Канаде выпущено, кстати, для Украины, когда разорвали СССР. Там Ющенко, 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 а где же Матвиенко? Матвиенко самый. Да, нормально, сохран, слушай, приятно. Я, кстати, увидел конвертик. Да, это был там конвертик. Разошелся конвертик у вас, наверное, там, бронар. А при чем Матвиенко? Он еще сможет на возьмем, это 400 гривен. На Матвиенко? Мне нравится, кстати, здесь, если посмотреть, тут под углом трезубец показывается, да? Сейчас, давай, на Матвиенко посмотрим. Вот под 90 градусов, вот покажи вот эту пятерочку. Да, уголки, чтобы все выделяли. Уголки, вот и сверни. Да, я покажу, как. Если посмотреть под углом, вот так вот, да, у нас тут вот трезубец просматривается. Ну, где? Вот, вот здесь вот. Посмотри, вот так вот. А, я понял, этот голограмм. Ну, да, нельзя сказать голограмма. Это просто такая печать. Защита очень слабенькая у этих первых. И, кстати, в одном из интервью дизайнеры рассказывали... А можете выключить музыку, пожалуйста? А то у меня... Кстати, защита, да, отведерывали? Включаешь. Значит, первые банкноты, вот эти гривны, они снимались средством для лака, полностью банкноты. И можно было нанести, например, на эту бумагу при принте другой номинал. И вот, действительно, я проведел такой эксперимент, взял гривну, снял лаком, действительно снимается, и остаются самые простые, там, трезубцы такие эти. Ну, это, как бы, история общеизвестная. Был китайец в Гонконге был пойман с 800 листами неразрезанных банкнотов. Да, он их смывал и печатал местечковые, районные, китайские деньги. Давай дальше. Вот это интересная история. Ну, вообще, пересылать банкноты, брикеты запрещено. Вот в Китай, например, там, парни, ребята, отправляли тысячные банкноты. Зачем они нужны китайцам, непонятно. Ну, это... Я понял, чтобы переделать. Да, рассказываю, я рассказываю, для чего в Китай отправляли огромные кучи наших банкнот. Особенно вот это одногриво. А ну, расскажи. Заказ был, у меня лично, мне подошел китайц и сказал, мне надо 500 блоков. 500 блоков, это 50 тысяч гривен. Не разрезанных? Нет, ну, обычно брикетах. Брикетах, да, бачками. Я долго думал, не мог понять, нахрена так много. Это такая куча, это, ну, я не знаю, это огромный чемодан. Ух ты, в прессе миллиончик. Класс, нечастное явление. Не думаешь, что это пресс, посмотри, тут угол вообще за такой. Да, нормальный угол. Ну, ну, вот два чуть-чуть. Вся логриво стоит. Слушай, в целом идеально. У меня есть такой. Так, в общем, в Китае есть на этих кладбищах, короче, у них там определенные ритуальные церемонии. Они сжигают деньги. А банкнота 1 гривна, это самая дешевая банкнота во всем мире. Капец. То есть, у них сувенирные банкноты специальные для сжигания стоят гораздо дороже, чем наши гривна по номиналу. Ну, мы в Одессе, и здесь можно встретить, ну, любые совсем монеты. Так что, давайте смотреть. Китайский поддельный английский чекан. Есть, ну, это оригинальный. 15 копеек серебро с четырьмя ягодами. Ну, конечно же, да, это не оригинальный. Это копия монеты. По стоимости 500 гривен, ну, по ней видно, что это не оригинальная монета. Конечно, то, что я выставлял там с соударением, это подтверждение только подлинности. Здесь вот такие монетки можно встретить. Симпатично выглядит, и даже по серебру что-то стоит. 5 копеек это 1994 год. В последнее время их стало все больше и больше. Ну, это китайский крупный гурт, алюминий, все, понятное дело. Подделка. 3 копейки. Действительно, дизайн такой монеты существовал, но они никогда не чеканились. Здесь это довольно пробная монета, которая, ну, дописано пробная, но и понятное дело, что только на уровне дизайна закончилась разработка этой монеты. Есть производство Китая, стоит дешево, можно купить спокойно с бесплатной доставкой. Это делают в Пуэрте-Рико, я знаю. На канале Magic Money можно купить оригинальную монету 3 копейки. Но здесь, кстати, видите, чекан Аверса довольно неплохой, симпатично смотрится. Действительно, прямо хорошо сделано. И патину, это да. И патину, все состарили, но этой монеты не существовало, это фантазия. Копейка 94-го тоже интересная монета. Сейчас появляются и в серебре на Виолити, и не только, в разных металлах. В последнее время их стало все больше и больше. Связано с тем, что коронавирус, людям нужен кэш, люди вкладываются в доллар, и кто-то выходит реально просто в деньги. Это копия китайская, пожалуйста. Можно тоже положить себя в альбом, если у вас альбом коллекционер, например, хочет заложить дырку, пожалуйста. Это все еще и китайцы. Да, китайцы делают. Что мы видим? Ну, есть оригинальные, там у нас бублики, есть соударения. Ну, какие-то, действительно, вот приятный стенд, где можно посмотреть украинскую обиходку. Если вам это близко, если вы занимаетесь перебором, пересматриваете монеты, то прямо вот так вот с подписями в холдерах, действительно, прикольные вещички. Вот с покрытиями металлов, на самом деле. Любую монету можно покрыть, как бы, при заказе у золотой слой. Ребята их золотом и серебром, чем угодно покрывают. Но мы видим здесь медию, вот, например, здесь десяточка, вот, соударение, вот. Прям, мне кажется, про каждую монету можешь что-то рассказать, показать, какие браки. Я придумал для всех бизнес, кто хочет срубить бабла. Сделайте монеты из оргстекла. Вот, слушай, это интересно. Покрыта медью, гляньте. Интересно, видите, покрывается. Интересно, насколько она быстро стирается. 15 лет, то есть довольно давно. То есть это, ну, это сложно проверить, сколько ей лет, но, да, если вам ее давно принесли. 92-й год, хорошая монетка. А сколько стоит такая? 200 гривен. Видите? Гривна, особенно, когда они в идеальном состоянии, когда в таком приятном штемпельном блеске. Вы видели монетку гривна у меня, которую я вырезал из картонного набора. Конечно, это был интересный эксперимент, но, действительно, мне так захотелось положить к себе в коллекцию. Вот это, думаю, прикупить себе, потому что, действительно, прямо состояние приятное. Цена, ну, будем сейчас торговаться, мы в Одессе. А сколько стоит? 150, чтобы подарить. Смотри, вот 150, я прямо сейчас заберу. И, наверное, даже... Не, дороговато. Дороговато? 96-й год. Я поражал в 1996-й год. Ну, да. Ну, как, если очень хочется потратить деньги, как бы, типа, я был в Одессе... Я был в Одессе, купил монетку гривна за 150. Да ладно, да, гривна за 150. Хотя блеск хороший, да, не спорю. Хороший. Вот они все, пожалуйста, берите эти все. Дело в том, что сейчас просела нумизматика, и связано это с тем, что не просела нихрена нумизматика. Просто я говорил 100 тысяч раз, снимайте шоры, не занимайтесь, не играйте в одни ворота. То есть смотрите другие монеты, другие дорожают. Да, да, да. И вот так постоянно волнами, как акции разных компаний. Сейчас, например, просела Украина, зато стрельнула инвестиционная монета. Серебро стрельнуло в рост. Завтра серебро все забудут, отвернутся, вернутся обратно к одячке. Тираж миллион штук, в идеальном состоянии пойди найди такую монету. Они будут чищены и перечищены, но это уже не то. Ну что, друзья, моя первая покупка сегодня с тараконом. Начнем мы с простых, банальных, наших любимых монет 1 гривна в штемпельном блеске. Вы мне писали в комментариях, где заплатить новой десяткой. Вот у нас 140, и вот такую десяточку мы потратим и узнаем мнение, кстати, продавца, как ему такая монета сжить. Продавец должен сейчас взять эту монету в руки и начать разбрасываться, кидать так, знаешь, в обратку. Типа, что ты мне даешь? Это какая-то подделка. Как сегодня в аптеке было. Продолжают самолеты реактивные, офигенно. Да, вот такая, спасибо вам за монету. Вот, друзья. Да, не забывай, что дали еще. Еще меня угостили. Это так, может, я что-то еще прикуплю, может, там самая редкая какая-то монета еще в конце, посмотрите, какие тут монеты. Я бы указал ваш адрес этого места, чтобы вас нашли. Серово 27. 27, если знаете. А ну-ка сейчас покажу. 27, опа. Серово. Серово 27. Так что здесь офигенные монеты, друзья. Кто в Одессе, заходите. Я думаю, и в, как говорится, и на Виолете можно найти конкретные монеты этого продавца. О, класс. Класс. Человек обожает самолеты и сразу раз. А вдруг сейчас кто-то возьмет за 25. Ждем пилотом. А, пилот придет и купит. На самом деле, кто самолеты собирают, кто корабли собирает. Это подборка всех стран. И моя гривночка. Класс. Ну что, давайте полистаем дальше. Что тут дальше? А эти почему такие в таком убитом состоянии? По 80 гривен. По 80 гривен. Что тут еще есть такое, что прям стоит показать подписчикам? Вот есть непрочеканная, есть мощь непрочеканная, сильная, как бы непрочеканная. Ну вот эта вот монетка, которая была продана в Лондоне на аукционе за 11 тысяч фунтов. Это копия этой монеты украинская, коллекционная. Это у нас идут оливки, вытянутые ягоды. Вы сами лично перебираете? Да, лично мы перебираем. И как вам? Нравится, когда? Попадалось что-то прям? Ну, некоторые алкоголики, они спички перекладывают с коробка в коробку. Ага. Мы как бы монеты перебираем, чтобы не пить. Монеты. И не курить, да. И что там, английский чекан попадался? Английский только 50 копий. А диссюлики? Нет. А вообще бывали диссюлики английский чекан у вас? У меня нет. Ах, я так тоже хочу, у меня нет в коллекции. Ну, цена на нее держится стабильно, крепко. И растет. И растет, да, потому что действительно редко. Пятерочки, повороты у меня. У меня есть с поворотом, у вас, наверное, тоже бывали, да? Забрали уже. Ну, тоже интересный брак, когда у вас повороты, и можно там от 200 гривен продавать. Здесь такое все. 94-ое. Это имеется в виду Аверс, Реверс, разные Италии, Луганцы. Ага. А эти пятый год? Что, 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 есть? 25 копеек. Нет, нету здесь нету. Они тоже довольно редкие и хороший тираж. Да, только 3 АМ в основном, 2-2 БАМ, 4 ЯГОД с маленьким гербом. Упредит все эти чеки, которые в те. А у него английский чекан, китайский у нас есть, друзья. Да, есть. Так что будьте аккуратны, если покупаете на каких-нибудь аукционах, типа, как это там, AllX, там вам могут фотографию прислать, а потом за патинированную монету. Еще она есть в полтиннике. Да, да, видишь? 2 копейки, отлично. Ну, слушайте, прям приятно посмотреть. От 500 гривен бумажный до любых разновидностей здесь можно встретить. Класс. Александр? Крупский. Крупский. 2004-ый, это наше отдельное, не отдельное, это что вот вышли, вот буквально в наборах попали. Там от 800 до 1000 гривен какие-то. За пару, да? Да. Ага, ну, приятное состояние такое. Интересно, в альбоме, я не посмотрел, есть ли они в новых альбомах, под них ячейки. Можно сначала, подчеркс? То есть, еще раз, повороты, повороты, сколько здесь градусов у нас получается? 45 и 180 градусов, и по ценам они, ну, хоть поблизительно что-то так сориентировать. Ну, 400, 400, ну, 600 где-то. Непрочекан такой, у меня есть Непрочекан и хорошее. А сколько Непрочекан такой стоит копеечки? Ну, у меня один вообще. То есть, он не хочется его продавать, потому что приятно, когда находишь где-то и не хочется даже оставаться, да? Ну, то есть, каждая, как оценить. На аукционах они, кстати, немного набирают. Эти где-то 800 тысяч получается. Поворот двух копеек. Ну, да, нужно перебрать. Представьте, я сейчас попробую перебрать, потому что их вообще из оборота убрали, так что найти очень-нибудь будет сложно. Да, видишь? По проекту, может, 6 минут. У каталога. А сколько стоит? Ну, да. Время. Продается. Алюминий. Я хочу такую. Ага. Ну, у нее состояние почти... Не, обычно, из оборота. Да, это с оборота, не, просто из состояния яхт. Дальность. Надо складываться в покрытую золотом чисто. 10 копеек, покрытый чисто золотом. У меня такие, у меня такие и могут быть. Так, это у нас пятерка. Посмотрите, это то, что ты набор говорил, в 2018. Шикарно. Да. Шикарно. Просто, ну, не раскрученные, но, действительно, я себе положила в коллекцию такие. Да, да. И, посмотрите, тоже наборные монетки, гривны, ну, приятно. Я не распаковывал набор еще такие, не знаю. Мне нравится, кстати, обрати внимание, отличия широкий кант и узкий кант. Видишь? Я с широким все набрал, все какие были. А они почем такие вообще идут? 450, и буду больше. Просто, ну, реально бросается в глаза именно на стороне реверса широкий кант. Реверсский кант, офигенно. Вот широким кантом она смотрится мощно. Что именно, мощный Владимир именно. Это еще черт, я уже показал. А это просто в сохране? А выкус, да, мы видим выкус? Да. С выкусом. А эти что? Это сохран. А, приятный сохран. Виде классно смотрится, холдер беленький, прямо в таком небольшом альбомчике, и смотрится хорошо. И можно подписать. Видите, у вас не подписано, можно даже распечатать и наклеить, да, чтобы было потом. Этот поворот почти 100%. Сколько денег такой, ориентировочный? Где-то 350 гривен. Угу, повороты. А выкусы, а выкусы почем? Выкус 700. Угу. Ну, кто эту тему прям близко собирает? Ну, выкус такой, поворот интересный. Да, ну, мне просто 96-й, крупный, наверное, да, или мелкий? Это мелкий. Я почем? Я взял за 800 продал. Ну, сейчас они, может быть, состояние, конечно, зависят еще. Где-то, ну, от 800 до 900 где-то так. А, что это за копейка? Китайский или алюминиевый, да? Ну, да. А, прям так просто блестел с той стороны, я не понял. Это АГС, понимаешь? Ага, класс. Все. 700 гривен, что ли? 700 гривен, боже, такой красивенький, да? Ага, прямо. И главное, обычно они скрывают, знаете, их упачкают, царапают, чтобы... Это ты знаешь, кто принес, я тебе скажу, ты его знаешь. Лаврик. Понятно. Да, это и вешнем сотрудничество. Диме, привет. Лаврик. Цимбалы. Вот эта обиходка. Ой, Сашка уехала, забыл. Вилки забыл. Кто так понравился? Что такое такое? Ну, гривен 150, это же польша. Это же Китай какой-то. У меня было ЕБЭ, забрали за 500 гривен. Съела на Китай, ну, один к тому. Вес даже. Вес даже. Ух, а это что такое? Прямо... Это гибко, ценится из этих гибко. Он же мало был, потом на повышение пошел. И номер какой? А4 номер. Сколько стоит такой? 450 гривен. Ну, за квартиру хочется сказать, сдача, буханка, хлеба и сдача. Кто-то закатал. Это вы? Нет, это БМДУ делал. Ага. Думаю, в Одессе мало ли, все люди вздроблять. С автографом те гибко мне. Прикольно. Вот это, конечно, да, это интересно. Сейчас же по онлайну можно будет заказать. Сюлики. Пластиковые. Вот такие? Да. Только там полтинника не было. Ага. И все почем сейчас десяточки такие? Угу. За пятна это просто последний. Угу. Рольчик, ну да, да, только появились. Блин, дешевле я взял, ну дорого 500 гривен. Смотри, какая штуковина. Пепельница. Да, да, я смотрю. Подавай делу вот. Талер. Талер. Что Бог дал? Вот Екатерина была. Вторая. Царское шеликье. Прикольно. Что это было? Это какая-то была на стол, часы. Да, часы. Сколько стоит? Такая. Такая. Друзья, спасибо, что посмотрели мою первую серию вот такого похода в Одессе по барахолке. Пожалуйста, поддержите лайком, напишите комментарии, если у вас, возможно, какие-то есть вопросы. Подписывайтесь на канал Magic Money. И совсем скоро новый выпуск. Пожалуйста, поддержите лайком для алгоритмов YouTube. И скоро выйдет второй выпуск этого, можно сказать, сериала про барахолку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok